Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягод. Молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Ну чё, ты кто такой? Это Саша Железов. Саша Железов? Ну ладно, Саша Железов. А ещё надо, что, не порти плод, ещё надо сказать. Папин сын и деда внук. Теперь так, смотри внимательно. Начинаем. Вот это на наше счастье, эта игрушка подкатилась к самому вот этому. Вот сюда, так? Вот. И мы, не заходя к соседям, решили попробовать. Почему? Да потому, что это дерево посадил я 30 лет назад. Вот. А бирки давно нет за 30 лет. Сюда хода мне нет. Хозяева, старики, уже нету. Вот. Хозяев уже нету. На том свете ихние дети продали участок красноярцам. Калитка забита. Остаётся только смотреть и облизываться. Итак, один из сортов груш, посаженный, железо, Валяй Костянович. Вот. Это вот ещё, вот ещё, вот ещё, вот ещё. Клянусь Богом, садил я. Я часто клянусь Богом, потому что в наше время очень много обманывают. Теперь так. Смотри. Она не похожа ни на одну из груш, которые в нашем саду. Сюда я садил экспериментально. Найду через ногу, превью. И вот результат. Ну что, будем пробовать? Да. Раз. Нет, не раз, а давай так. Нет ли у нас, нет ли у нас ножа рядом. Что-то, что-то видал. Вот это. А что-то. А, ну бегает себе, бегает. Тут таких насекомых. Я кушу, Наска. Тише. Так, ну что, давай, пробуй. Я смотрю на твоё лицо. Вот так, да? А у меня полный рост струнеет. Но я потом откушу с другого боку. Ну и смотри, что получается. Если она вкусная, мы договоримся с соседями. И возьмём черенок. И именно эту грушу будем культивировать. Я ж курку убью. Так, ну что, пусть будет это маленький фильм. Вот. Для чего? Я уже не могу всё, что я не понимаю. Так. Ну что, пойдём деду угощать. Возьмём нож и разрежем. Так, благодарю за внимание. Следующий фильм тоже будет про грушу, но уже про дикие. Почему? Потому что Железов всё садил, подводит только дикий уссурийский руж. Результат, ну любите сами, моя работа. Тут полсада уничтожено соседями, как я их проклинал, не соседей, а их родственников, которые больше меня разбирались и уничтожили десятка-полтора деревьев своими руками. Для чего? Для чего? Они улучшали. Они, видишь, по их понятию, Бог неправильно создал деревья, их надо улучшать. Вот смотри, вот тебе 5 лет, да? Посмотри на меня, что делается. Я в прямом лице рассказываю всем детям от 5 до 50, потому что даже до 70, потому что садоводство большинство ведут себя как дети. Итак, сайт Тимирезовской академии. Примерно 12-летнее я считал дерево, ни яблоня, ни груша, ни слива, а просто дерево. Подразумевалось любое плодовое дерево. На нем насчитали 9 видов веток, которые от дерева мешают, которые ему вредны, и требуют их отрезать. То есть калечит, калечит каждое дерево, созданное на планете. И это Тимирезовская академия. Это ужас, страх Божий, потому что Бог создавал, Он для людей создавал. А они решили, что Бог ошибся. Ну, можешь себе представить, что Бог может ошибиться, создавая плодовые деревья? Не мог. Не мог. О, вот на этом и закончим. Может быть, назовем фильм «Бог не создал совершенно деревья». Не калечите их. Пойдет так? Нет. Подпись. Не пойдет. Дед и внук Саша. Нет, не пойдет. Почему не пойдет? Подписать фильм таким образом. А. Ну, давай свой вариант. А, да, окей. Я согласен. Согласен? Ну, все, на этом мы закончим. А, сейчас пошли. А, сейчас пошли. 30 лет держалось дерево, потому что после того и калечения, вон оно, видели? Вон они, рано на кольцо видели. Каким чудом выжило. Смотрите, что здесь было. Здесь были лучшие груши всей России. Вот. Видите, что теперь получилось? Пусто, 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 пусто. Потом я уже подсадил пару этих. А, потому что все укатилось. Да нет, не поэтому. Вот. Все. Здесь был ряд груш. Как соседи на меня обижали. Что это ты больше половины саженцев груши? Куда нам столько? Они объедались. Они у них гнили. Они не знали, что с ними делать. А ой, я же чокнутый. Разрешили садить? А тут как раз партия этих черенков пришла в посылки. Опа, я вижу гнилые. И вот дай-ка мне эту игрушку. На. Вот. И вот теперь это чудо оказалось за забором. Вот. Руки никогда не доходили взять веточку. А потом уже лет 10 как забили калитку. Забили так, чтобы, Валерий Константинович, к нам не суйся. Вот. И все. И все, да. Ну что, я выгорелся, потому что обидно так и таится во мне. Что я только через 30 лет смог попробовать грушу с этого дерева. Нет, я пробовал ее 10 лет, 20 лет назад. Но другое дело, что тогда мне не до них было. Еще был жив сад на острове. Еще не сожгли 2000 деревьев. Из них полторы тысячи плодосящих яблони. Вот. И так это осталось в тени. А теперь, ну, прекрасный сорт. Я еще не пробовал, я уверен, что он сладкий. Это Сашка начал грызть. Да, я начал грызть. Вот. Теперь гадай. Все знаю, но про такой сорт не знаю. Ну, до свидания, друзья. Я надеюсь, вас немножко как бы развлек. Так что ли? Хотя тема, как всегда, грустная. Ну, до свидания. Продолжение следует...